Иисус, возгласив громким голосом, сказал «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой!» И сие сказав, испустил Дух. Евангелие от Луки Сцены смерти бывают ужасны. На одной из картин, посвященной убийству императора Мексики Максимилиана, известный художник-импрессионист Эдуард Мане, изобразил следующую сцену. Он написал императора, который стоит с двумя своими сторонниками, а напротив отдел стрелков с винтовками. Дым от выстрелов окружил приговоренных. В каталоге выставки, где представили эту картину, было написано «Художник хотел подчеркнуть, что Максимилиан был предан и убит, подобно Христу». Но был ли Иисус Христос просто жертвой заговора? Был ли он распят только из-за того, что его предали? Отнюдь! Иисус принял смерть так, как пришел час принять ее. На то была воля Бога Отца. Он знал все, что с ним будет. Все, что с ним будет. В Евангелии от Иоанна эти четыре слова. Тем, кто пришел схватить его, он сказал, «Каждый день с вами сидел я, и вы не брали меня». Поцелуй Иуды указал на то ужасное состояние человечества, до которого оно дошло. Иисус испытал ужасные страдания на кресте Голгофы. Хотя он был совершенно невиновен. Он не совершил никакого греха. Но Бог предал его мучению. Так и было предсказано через пророка Исаию за столетия до этого. Вы скажете, почему? Иисус Христос страдал и умер на кресте не за себя. Он умер ради того, чтобы искупить грехи многих. Многих, тех, кто исповедал свою вину и принял его искупительную жертву. Таков замысел Бога Отца. И Он был исполнен Его Сыном. Ради этого Иисус страдал. Страдал и умер на кресте Голгофы. На позорном кресте Голгофы. Будьте благословены. Мир вашему дому. Аминь. Мир вашему дому.